Здравствуйте! Вы слушаете «Вести» Магнитогорск на Майке в студии Мария Дронина. Войсеря не будет с проверкой систем уличного оповещения в Магнитогорске решили повременить. В Магнитогорске приняли решение не проверять, как это было запланировано на среду 5 октября, оборудование экстренного оповещения населения. Сегодня стало известно, что намеченная на 5 октября комплексная проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения и комплексной системы экстренного оповещения населения с включением электросирены громкоговорителей отменена. Ранее сообщалось, что звуковой оповестительный сигнал раздается в среду в период с 10 до 14 часов, чтобы в плановом порядке специалисты могли определить правильность функционирования системы. Пресс-службе городской мэрии подтвердили, что принято решение не проверять систему. Мобилизованные магнитогорцы передали привет из Елани. Жители Магнитки, которые на днях были призваны, рассказали и показали, чем их обеспечили в военной части в Свердловской области, сообщает Верстов.Инфо. Корреспондент сайта передает, на этой неделе порядка двух сотен горожан были призваны в рамках частичной мобилизации. Их отправили в военный учебный центр в Елань в Свердловской области, где им предстоит так называемое боевое слаживание. После этого их должны распределить для участия в спецоперации. Накануне появилась информация, что военная часть Свердловской области оказалась не готовой к такому наплыву мобилизованных, причем туда приезжают призванные сразу из нескольких регионов УРФО. Мобилизованные жаловались и южноуральскому омбудсмену Юрию Сударенко. В частности, говорилось, что призванных негде размещать. В итоге, некоторым пришлось ночевать в автобусах. До нас дошли слухи, что нас плохо кормят, одевают. Нам выдали полностью новые комплекты, формы, два комплекта теплого белья, спим на нормальных кроватях. Выдали зимние, теплые, зимние шапки, сухпайки, баулы, кружку, ложку, котелки. Так что здесь все нормально, трехразовое питание хорошее, рассказали магнитогорцы. Они отметили, что руководство военной части, отзывчивые командиры, помогают быстро решать бытовые вопросы. Все нормально, просто надо потерпеть. Слишком много народу. Поэтому это долго делается, но делается все нормально, резюмировал магнитогорец. Отмечу, что в администрации магнитогорска заявили, выполнен план по частичной мобилизации резервистов. Мобилизованные их семьи получат всестороннюю помощь. Семье мобилизованного и самому мобилизованному готовы оказать в рамках масштабной акции «Мы вместе». Это большой проект, здесь в режиме нон-стоп принимают звонки со всей России. Помощь требуется разная. Кому-то нужно, чтобы ребенка отвели в садик, кому-то, чтобы собаку приютили. Кто-то не справляется психологически, а кто-то спрашивает, что делать, если его мобилизовали по ошибке. Опыт помощи организаторов обновленной платформы «Мы вместе» большой еще со времен начала пандемии, когда многие люди без волонтеров просто не смогли обойтись, помогут решить как юридические, так и бытовые вопросы. Обратиться за бытовой, гуманитарной, юридической и психологической помощью можно круглосуточно по телефону 8 800 200 34 11. К акции присоединится в дальнейшем российские предприятия. Бизнесмены предоставят продукции семьям, а также помогут с работой, предложат освободившиеся вакансии на временно освободившиеся должности. А для детей организуют различные активности, чтобы поддержать в непростое время. В Магнитогорске в этом году откроют новую новогоднюю площадку. Прошлая новогодняя кампания в Магнитке запомнилась тем, что к шести традиционным ледовым городкам добавился седьмой в парке Южном. Как обычно, открыли новогодние площадки в Правобережном районе на площади Народных гуляний и в сквере Консерваторском. В Леинском районе, в Малом сквере Металлургов и в районе Дворца культуры Железнодорожников. В Арджинькинском районе, в сквере Бориса Ручьева и на площади Победы. В 2022 году у горожан появится новая локация, где можно будет отдохнуть в новогодние праздники. Откроется она в парке Притяжения. Территория уникального проекта уже этой зимой будет украшена новогодней иллюминацией. На территории роллер-парка установят новогоднюю ель, украсят и здание фудмола, а также информационного центра. В настоящее время идет выбор подрядчиков, которые займутся новогодним преображением парка. Международный фестиваль видеопоэзии «Видеостихии» выходит на финишную прямую. Пятый год подряд Магнитогорск собирает лучшие видеоработы, выполненные в жанре видеопоэзии. Прямо сейчас в сети идет зрительское голосование, и все желающие могут приобщиться к этому удивительному жанру современного искусства. Организуют фестивали объединения городских библиотек «Союз российских писателей» и «Культурный центр ВЕК» при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Проект осуществляется в рамках федеральной программы «Гений. Место». В этом сезоне поступило беспрецедентное количество заявок – 450. Из них на зрительское голосование были отобраны 100 лучших работ. Голосование продлится до 10 октября. А сейчас о погоде. Сегодня в Магнитогорске 3 октября облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха плюс 12 градусов, ветер южный 3 метра в секунду, атмосферное давление 737 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин